здорово всем дорогие друзья случилось ну такой горе такой горе это очень грустная печальная история которая случилась со мной буквально вчера я до последнего не мог вот сдержать эмоции чтобы не рассказать ее это история основана на ну такой для всех хикану важной теме как на тема там отношений естественно для обычного человека это важно но для вот забитого хикана чмошника социофоба это вдвойне начнем с того что свои ну почти там 30 лет бля ну в общем 20 сходим лет я никогда мягко скажем не пользовался популярностью у женского пола ну то есть у меня ну такая внешность бля что ну как говорится там мамка не хотела батя не старался и вследствие он ну появился я с уебочным ебалом с низким ростом с ужасными иенами ну то есть можно сказать вот этот как тому бля вот это челик квазимода нашего времени вот во все еще с детства хватался за любую возможность там начать с кем-то отношениям как за спасательный круг вот ну к сожалению но таких возможностей не было абсолютно от слова совсем вот ну то есть как вы могли догадаться не в школе там не в садике не шараги не дальше вот нынешнее время там начиная с 18 у меня никогда абсолютно не было тян и даже каких-то намеков на отношения у меня не было и вот дорогие друзья вчера как всегда сидя в эке там ну по сути но пройдем времени неожиданно мне написала одна тян я естественно очень скептически отношусь ну ко всем ну попыткам вот но когда мне пишут тян я отношусь к ним ну то есть с долей иронии ну то есть если мне написала тян то явно она напишет не для того чтобы ну предложить мне встречаться ну то есть тут два варианта либо это ее ну попросили кто-то ну поруфлить с меня либо там она хочет что-то там написать написать что я уебище например и вот я всегда вот был готов к такому вот событию что напишет а честно я тян там ну какую-то хуйню скажет что я там уебище ну то есть не хуйню а действительно вот это так и есть вот вчера мне написала тян одна которая увидел там мои видео увидел мои там ну в общем мои фотографии там написала что я ну понравился ей я и естественно ну прочитал это ну подумал что за хуйня ну очередной там рофл наверное челик ну какой-то вот женского решил ну поруфлить вот и вот вот это видео я кстати хочу назвать как девушка развела меня на а вот на что вы уже сами посмотрели это видео определитесь вот вставить это слово так дорогие друзья вот она написал я естественно отвечал так на отъебись очень холодно ну с осознанием ну того что очередной рофл вот и ну кто как я хитан знает что если все воспринимать всерьез то потом когда все ну ну когда узнаешь всю правду становится очень больно что там из тебя в общем раз рофлили издевались так на наебали вот вот дорогие друзья ну пиздели мы с ней она начал говорить что я не уебище что я ему понравился и я естественно объективно оценивая ситуацию но периодическая во время общения к ней с ней ходил к зеркалу бля это она приводила меня в чувство ведь я уебище у меня никогда не было и не может быть тян я с этим уже абсолютно смирился она вот ну я естественно подыгрывал ей чисто за то что у меня выходной день делать по сути нехуй а то хоть с кем-то ну попиздеть даже если порофлить вот дорогие друзья она начала написать что я ей нравлюсь что она там живет не в моей стране в другой стране вот в другой стране снг я естественно сразу услышал это вот у меня в голове сразу бля явно ну какой-то наебу вот она с первым буквально слов начал писать что хочешь чтобы я но приехал к ней там бля ну а я же естественно не долбоёб я говорю и не я ебал нахуй оно мне надо я что долбоёб там но кататься да и ну при всем желании у меня нет ну ну такой возможности в силу то что я ебаю на работе меня никто не отпустит вот дорогие друзья и я написал ей ответ на предложение ну типа чтобы она приехала но ко мне вот в украину она сперва же слов как бы согласилась согласилась и и тут я ну меня осенило что сейчас она хочет развести меня там на деньги чтобы скинул ей на билет но я естественно не долбоёб на такое не ведусь это еще но тем она была там во времена мамонтов что там олени баба рабы скидут деньги их там наебают я естественно и сразу сказал что я не долбоёб на эту хуйню не поведусь и здесь я сразу ожидал от нее что он там закинет меня в честь но этого не случилось вот это естественно меня удивило немного что ну хули нахуя она тогда мне написала но в то же время чувство того что это действительно ну типа тян ну который я понравился у меня такого чувства естественно не было опять же от осознания объективной ситуации ну то есть с моей внешней личностью с моим ростом с моим уёбочным ебалом и вот дорогие друзья бля я естественно не воспринимал этот разговор всерьез в силу то что ну то есть я ну подумал что там кто-то из хейтеров ну попросил ну паров лиц меня но она вот я у неё попросил в качестве каких-то ну пруфов скинуть ей там фотографию ну паспорта своего и и и она действительно его скинула я естественно охуел ну то есть либо это там ну какой-то фотошоп либо это но она скинула еще какую-то хуйню там документы какие-то там свой свидетель для свидетельства обучение бля и ну и там все естественно совпадало и и фамилия там ее фотография и ебало совпадало и естественно она мне в самом начале я попросил скинуть свою фотографию она постоянно говорила что она уебище я естественно посмотрел фотографию ну ну была вот но тян ну явно не уебище но где-то восемь из десяти по десяти бальной шкале я естественно сразу чуял подвох что ну бля как ни крути а нету тян у которых низкая самооценка вот ну как у кунау ну то есть она мне постоянно говорила что у нее большие проблемы там со знакомствами что ну она не говорила что у нее никого не было у нее были ёбари но вот сейчас на горит но она говорила что платила им за то чтобы они ебались не ну я естественно это все услышал он подумал что за но толстый ров фу бля явно на ёб какой-то и ну я вообще не верю что есть тян у которых низкая самооценка потому что в эпоху баба рабо бля любой там в той же в том же в байду там если любая тёлка зарегает все будут сто пятьсот оленей сразу чесать чсв в общем ну тут она сказала что вот у нее но проблема там с головой ну то есть у нее там какие-то психологи психические заболевания бля и ну здесь это как бы немного добавило уверенности меня что она там не наебывает ну естественно несмотря на это я ну продолжал вести этот разговор этот разговор в такой в рафлянской но тематике ну то есть я тот человек ну который в силу того что над ним постоянно рофлили вот я уже но привыкну к этому ну то есть то что для обычного человека там слабохарактерно может закончиться даже выпилом например для меня это уже ну то есть абсолютно никак не действует на психику то есть любая тян она старается вот вызвать училика чтобы он начал ну пизда страдать но по ней ну то есть у любого там хикана это вдвойне выражена у меня этого чувства уже нету всего то что я ну как бы ну просто смирился с этим и я просто говоря не не привязываясь к людям бля не вижу в этом смысла ну то есть бля так сказать самодостаточный человек бля мне для счастья вот не нужно никого но ну в то же время где-то в глубине души естественно у меня есть мысль что рано или поздно ну какая-то тянь действительно там согласиться со мной встречаться ну хотя я никому и и и и не предлагаю опять же в силу ну того что лишний раз вот наносить удар по своей без того днищинской самооценки мне нахуй не нужно ну ну и поэтому я чисто вот в ожидающий на таком ну положение всегда нахожусь и вот дорогие друзья я естественно мы мы продолжали разговор ну пиздели мы часа три бля и потом я говорю ну типа оу ну попиздим там с с этой с камерой ну и здесь это тоже была проверка на наёб с моей стороны в том плане что фотографии можно ну поделать хотя она ну кидала там эти бля голосовые сообщения ну это одно а увидеть вот ебало это совсем другое вот мы я ну мы созвонились бля и действительно это оказалось настоящая тянта мне какой-то бля не челс фейка не фотошоп не нейросети бля и мы ну пиздели достаточно долго минут 30 бля но разговор он как такой был в такой в свободной форме бля я в очередной раз хоть раз хотел спросить у неё бля но как я мог ну понравится ей если я уёбища она сказала что я якобы не уёбища что я нравлюсь ей ей ну ну похуй на то что я ниже неё бля буквально там нахуй на двадцать сантиметров ну естественно все мы знаем что физически вот показатель очень важный но я не говорю если бы я там был миллионером например туда это одно большинство ахтян там в наше время и ну главное деньги бля у меня ничего этого нет я несмотря на то что в йогу я человек вот обычный бля очередняра среднестатистически зарабатывающий там среднюю зарплату бля ну то есть на который хватит там на еду бля на одежду на банальные вещи и и конечно же вот мы ну попиздели опять же после этого у меня в глубине души где-то ну появилась естественно надежда вот такая вдруг она вот действительно не наёбут и приедет ну ко мне в украину бля ну конечно же я ну ну понимал что это ну полнейших хуйня ни одна там уважающая часть себя в тян не будет ездить к ёбарю ну я не говорю там если например я бы был альфачум ну ну каким-то то да я обычно обычный чумошник там амешка бля хикан ну то есть у меня нет тех навыков убеждения ну то есть я не могу вызвать прям ну такое чувство там симпатию чтобы тёлка так ехала с другой страны чтобы бля там ну покататься на моём хую естественно это всё было с разряда фантастики моем случае вот дорогие друзья ну по пизде ли мы по пизде ли бля потом она отключилась ну она сказала что у меня сел на телефон чтобы я позвонил и через десять минут звонить и естественно не стал ей ну чисто написал в этом не помню что опять же что-то в стиле бля я вот записал разговор с тобой ну так на память ну как бы на память и ну после этого она начал очень холодно ну ко мне относиться там буквально я начал ну а она начал меня игнорить там и я естественно сразу ну понял что бля вот это явно она лишь но рофлила надо мной и ну после чего вот я в этом несколько раз спросил там хули игнор вот на начался но после ну того как я сказал ей что я записываю разговор а я записываю чисто для себя то есть мне интересно ну посмотреть на себя со стороны бля ну какое я уебище вот в общем в конце этой истории она ну кинула меня в честь и здесь буквально меня осенило что это был наёб и вот дорогие друзья у вас наверно в голове вопрос вот название видео девушка развела меня на и вот на что она развела если я ей не естественно я не долбуёб я не кидал ей ни деньги там не еще что-то и и есть еще такое понятие как раз вести на эмоции на пиздострадание вот не для кого не секрет что все женщины но подобно вампирам вот но питаются нашей как бы сказать ну не как не как случае вампиром что они пьют из нас кровь там но любая девушка но питается вот ну твоими ну пиздостраданиями ну по ней ну по ней ну то есть ей это ну придает вот ей это дает энергию повышает самооценку и то есть не для кого не секрет что любой там тян она может заниматься вот такой вещью как ну как бы давать ложную надежду в основном это ну касается вот таких как я там хиканам чмошникам но которые вот у которых никогда не 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 было и не будет отношений ну то есть сначала давая ложную надежду она но как бы вызывает вот такое чувство там желание жить у таких как я а потом ну то есть наносится следующий удар ну то есть ну полностью разъебывается вот эта надежда ну посредством накидания в честь там и ей это ну придает ну дает вот такую энергию охуенное там чувство ну как это называется бля чувство доминирования возможно и ну и вообще вот это вот такая хуйня дорогие друзья ну то есть название это видео будет ну такое девушка развела меня на пизда страдания хоть и по факту их не было опять же по тем причинам что я уже сказал что я давно уже не пизда страдаю я не не привязываюсь к людям и всем вам советую вот это делать ну потому что никогда не верьте никому из женского из женского пола несмотря на то что даже если вы ее видели там как я если вы ну пиздели с ней с камерой если она там даже скидывала свой паспорт это все является частью спектакля то есть чтобы ну пытаться вот разрушить жизнь вот таким хиканом там социофобом омешком то есть никогда не идти на поводу у тян будь самостоятельный будь самодостаточный никогда не верь тян никогда абсолютно и никогда не ведись на вот такой развод ну вот ну потому что все женщины очень ну коварны и ну какие цели они ну преследуют знают ну полностью ну только они сами в общем вот такое видео было дорогие друзья надеюсь вам было интересно а для меня это тоже было интересно вот несмотря на такой негативный опыт это как никак вот ну контент для для канала и для меня это в любом случае хорошо ну то есть это даже возможно лучше чем если бы она действительно не руфлила надо мной там не согласилась со мной встречаться и в таком бы случае просто-напросто мы бы начали встречаться и все а так у меня есть видео ну которые ну посмотрят там ну которые бля люди научно моим горьким опытом станут сильнее там и бля чему-то научатся в общем было такое видео ставьте палец вверх подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео и до встречи в новых видео вот все ok как и